Хе-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как мы продолжим ловить, искать и прокачивать наших покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии, не забываем в нем участвовать. Ну что, ребята, что мы будем сейчас делать в этой серии, я планирую словить, ну, как минимум, 2 или 3 покемона, также мы прокачаем, будем прокачивать дальше наших покемонов и просто-напросто искать легенд, если, конечно, у нас получится. Но перед этим, ребята, я еще раз бы хотел вас очень сильно попросить поставить лайк, ведь на предыдущей серии за неделю, где-то за дней так 5-6 мы не набрали 1000 лайков, и поэтому серия сегодня даже не должна была выйти, по идее. Но все же, ребята, так как в честь выходных, для меня это праздник, если честно, все же я решил сегодня выпустить для вас серию. Ну, пожалуйста, ребята, честно, если вы хотите видеть новые серии как можно чаще, пожалуйста, поставьте лайк, ведь если мы наберем 1000 лайков сегодня, то завтра, во вторник, выйдет следующая серия нашего 6-го сезона Pixelmon. И также просто-напросто это будет очень сильно мне приятно, если вы все-таки поставите лайк, честно, ребята, честное, честное слово, да. Да, и также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, если не веришь, то можешь оставить комментарий, увидишь, что же я на него отвечу. И можете, в принципе, даже добавить меня в друзья вконтакте, ссылочка на меня есть в описании. И последнее, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому если ты вступишь, сразу станешь моим другом, да, ребята. Ладно, что мы будем сейчас сделать, что мы будем сейчас делать? Вот, мне кажется, знаете, кого нам следует словить? Нам, наверное, следует словить Морипа, потому что многие меня уже просили почему-то словить его. Я его, если честно, всегда ловил в предыдущих сезонах, это Морип был, наверное, нашим одним из первых трех покемонов, потому что мне, если честно, тоже всегда нравилась его финальная эволюция, а точнее Эмфорос. В принципе, он очень даже прикольный, очень даже красивый, а если это вообще Шайни Морип, то ага, офигеть какой там Эмфорос. Но все же, ребята, я его словил специально для вас, потому что, ну, многие, честное слово, ребята, многие меня просили, чтобы я его словил. И вот, ребята, держите специально для вас. Знаете что? Знаете что, ребята? Давайте, давайте все-таки в этой серии, помните, мы давно уже не называли а покемонов в честь каких-то летсплейщиков или блогеров. Кто не помнит, то на начале сезона мы договорились вот так делать. Поэтому, ребята, давайте сегодня мы кого-то выберем. Сейчас, дайте я убью вот этого с Фила. Филиппа! Ну, дарь ты его уже. Я понимаю, ты парализован, но он уже, ребят, только, твою мать, парализован, что ты с ума можешь сойти. Знаете, кого мы давайте назовем? Поке Хилл. Я писать разучился. Кто у нас есть девушка? Ни хрена себе, у нас Хантер девушка. Мне кажется, если будет Генгар, то как-то Генгар девушка не будет очень круто смотреться. Давайте мы Амбриона назовем, ребята. Вот в этой серии я даю вам задачу и делаю небольшой опрос. В честь кого вы бы хотели, чтобы я назвал Амбриона? В честь какого летсплейщика или блогера? Поэтому, ребята, в этой серии я делаю опрос. Оставляйте свои комментарии под этим видео. с предложением какого-то летсплейщика или блогера, как я уже сказал. В честь кого назвать нам Амбриона? Тот человек, который наберет больше всего голосов, за которого больше всего проголосуют подписчики, которые будут хотеть в честь кого назвать этого покемона, того я и выберу и в честь того в следующей серии мы назовем Амбриона. Да, ребята, поэтому не стесняемся, сразу бегите там искать каких-то летсплейщиков или просто-напросто даже ваших других там любимых, которые вы там смотрите. Если все-таки наберем много голосов, то я вам обещаю, что в следующей серии я назову Амбриона в честь кого-то. Да, ребята, поэтому не стесняемся и сразу пишите. А сейчас мы, в принципе, будем дальше прокачивать наших покемонов. Дайте я посмотрю, сколько там еще нашему пупку осталось. Он какой там уже уровень? Он 44 уровень. Ему еще нужно 11 уровней, и он уже тогда эволюционирует в Тиранитара. Прям можно потом Тиранитара в честь Тиранита назвать или фиг его знает. Хотя, ну, как? Не очень такие у меня приятные, воспоминая с Тиранитом. Но все же он у нас уже, наверное, пупком так и останется. Я не знаю, в смысле, пупок на всю жизнь. Да, то есть, если, когда он станет Тиранитаром, он, в принципе, пупком уже перестанет быть, да? Потому что пупок он сейчас, когда он пупитар. Но все же посмотрим. Знаете, как кличка, говорится, приживается на всю жизнь. Если он стал пупком, значит он пупком до конца своей жизни и останется, да? Поэтому посмотрим. Поэтому, ребята, посмотрим. Кого мы еще можем словить и кого бы... Это кто еще такой? Ага, Старли. Старли у нас, я не помню, есть ли у нас Старли или нет. Фиг его знает. Ладно, ладно, ладно. По поводу Дракини. Мне писали, что, мол, Эдисон, Дракини лучше спавнится ночью. Поищи Дракини ночью. Где-то в океане, да? Или в каких-то там водоемах. Ребята, я не знаю, честно. Ночью, в принципе, может она и будет и лучше спавнится. Но суть в том, что ночью мы ее хрен где-то сможем заметить. Да, если она будет находиться где-то в воде, то... Вряд ли мы ее сможем вообще заметить. Словить может. Он убил, ни хрена себе, я только сейчас заметил. Пупок, справимся, пожалуйста, со своей задачей. О, ни хрена, я даже не... Пупок, ты прям нас радуешь. Если честно, даже... А, нет, он не убил, он просто заменил, что ли? Или я заменил, случайно? Хрен, узнает, что вообще сейчас произошло. Я как-то, знаете, даже не смотрел, я смотрел на камеру. И что-то там произошло, я случайно или заменил покемона. Ну, ладно, не важно, короче. Ух, ни хрена себе, сколько тут граймеров. Точно, тут же ночью еще граймер спавнится. А может нам граймера словить? Слезястую какашку какую-то, кодяку точнее. Я не знаю, честно. О, случайно посмотрел, случайно увидел. Так, опа. Эн... Что за хрень? Короче, какая-то палочка волосатая нам попалась. Марк, ты уже у нас есть, спасибо, больше ты нам не нужен. Я не знаю, ребят, давайте мы еще сможем... Может мы еще куда-то полетим. И посмотрим. Амбриону еще остался один уровень, чтобы мы его выложили. А мы шейдерами мы вряд ли сможем... Да. Хрен, мы там сможем что-то увидеть. Я вообще не знаю, как мы будем дротини ловить, если... Ни ночью ни хрена не видно, потому что ночью и шейдеры не работают. А днем, если она не спавнится, то это вообще офигеть будет. Ладно. Скармори осталось еще 4 уровня, чтобы мы его выложили. Амбриону остался еще один уровень, чтобы мы его выложили. Поэтому, ребята, я еще раз повторюсь. Поактивнее давайте. И лайки, во-первых, набирать, да, чтобы серии выходили намного быстрее. Потому что я вам обещаю то, что если сегодня мы наберем 1000 лайков, или даже давайте сделаем так. Даже если мы завтра утром наберем 1000 лайков, то в тот же день выйдет следующая серия. Я вам прям сделаю такой подарок в честь выходных. Если завтра, до завтрашнего утра мы наберем 1000 лайков, то я вам просто даю слово то, что завтра в 12 часов по Москве, то есть обедом, выйдет новая серия Покемона в... Покемона в... Где мы... Где мы попытаемся найти гимн, да, ребята? Мы будем... Мы будем искать, вести охоту на... Давайте, допустим... Давайте, допустим... Водный гимн, да? И мы так часто летаем над океаном, поэтому завтра мы будем вести охоту на водный гимн. Но, ребята, еще раз скажу, не забываем ставить лайки. Потому что если наберем, завтра выходит следующая серия. Я вас, ребята, предупредил. Да твою мать, я опять Скарморий выкинул в вашу фуражку. Давай, давай, давай. Ух ты, нихрена себе. Чувствую, мы его долго будем бить. Хотя... Еще один ударчик. И вот, замечательно. Так, Скарморий 47. Покехил. Амбрион еще один уровень, мы его выложим в следующей серии. Попку еще 11 уровней. Это, в принципе, еще немного времени займет. Вот, Скарморий еще 3 уровня, мы его тоже выложим в следующей серии. И, наверное, нужно уже начинать качать Трайхорна. Да, мы его прокачаем. Потом... Это кто там? Это Сивайфер, как обычно. А потом он станет Трайдоном. И потом мы его эволюционируем в Райпериора. Да, ребята? Ну, конечно... Вы знаете, как мы эволюционируем не с помощью Трейдмашины. Одного покемона мы удаляем предыдущую эволюцию, а выдаем себе следующую эволюцию. Потому что, ну... Во-первых, я не могу никак эволюционировать... Ай, точно, я его уже бить не могу. Во-первых, мы его не можем эволюционировать, потому что это одиночка. А во-вторых, я не буду ни приглашать друзей. Я не буду ни запускать два окна Пиксельмона. Зачем нам так париться, если я могу в ту же секунду просто удалить покемона и выдать себе его в следующую эволюцию, которая только может получиться через Трейдмашину? То есть, зачем это вообще вся злопара, если мы можем это сделать за две секунды? Я не знаю, может кто-то любит париться по этому поводу. Но я так подумал, и я понял, что это бред. То есть, вообще нету никакого... Нихрена себе! Вообще нету никакого смысла. 56-й уровень! А-а-а, ты, змейка, раскрутилась! Ты, походу, нахавалась вот этих кубиков, кто помнит... А хотя вряд ли кто помнит сейчас у всех. Ну, может, есть тут уже люди, которым так 17-18 лет, может, помнят на старых вот таких телефонах с кнопками, да? То есть, прошлый век, там, в змейку играли, где вот это всё хавали. Да, в принципе, многие, наверное, будут знать, что это такое. Но не многие в неё играли, да? А-а-а. Я опять что-то выкинул, мне показалось. Нет, вроде показалось. Э-э-э, 33-й уровень. Давайте мы его тоже быстренько запинаем. Так, сейчас, давайте сюда, тут никого. А-а-а, у нас Лукарио 54-й, пупок 45-й. Ещё ровно 10 уровней, и пупок эволюционирует. Я бы, если честно, хотел... Ух, нихрена себе! Я бы хотел попробовать пойти всё-таки в ад и добыть глустона, но я не знаю, честно. То есть, глустона мы, может, кучу себе и добудем, допустим, да? Но, будь ли в этом смысл? То есть, у нас не будет много золота. Нам нужно намного больше золота, чтобы прокачивать. Ни-хи-хи-хи. Хрена себе! А-а-а, я только что удивился, что там был зевайпер. Каким там уровнем он был? 50 чем-то. Сейчас вообще 62-й. А-а-а-хренеть просто. Он иногда спавится 20-м уровнем. А сейчас он... У-у, Close Combat. А-а-а-а-а, Close Combat. Вот это уже... Пошла жара, поехала. Ладно. Нет, не нападай меня. Так. Аура с... Сфиф, да? Close Combat. Force Spawn. Ага, вот всё так. Вот так пускай в такой последовательности вот это всё будет. А мне кажется, тут даже круто качаться. 55-й уровень. Ребят, смотри, какие они охрененно... Ребят, там сквиртл стоит А, нет, я думал, это середина где-то равнины А сквиртл у нас уже есть, мы сквиртла ловили, ребята, поэтому Поэтому, поэтому, нет смысла его еще раз ловить, да? Так, close combat, ух, офигеть, я уже думал, мы его уже никогда не получим 55 уровень, вот close combat у нас И, 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 ребята, я вам обещаю то, что следующим нашим капитаном будет Зангуз Зангузи, Зангузи Вот, потому что это мой новый любимый покемон Ребята, вот, вот, ответ тем, кто спрашивает Эдисон, какой твой любимый покемон? Я давно говорил, что у меня нету любимых, то есть, что мне все нравятся Ну, а все, сейчас я вам скажу, допустим, топ-3 моих любимых покемона Это Лукарио, это Чаризард И это, начиная с этого сезона, Зангуз, да? Потому что мне нравится его текстурка, мне нравится его харизма Он реально весь такой крутой И вот это мой новый покемон Также мне, если честно, еще нравится Сайтер Но это уже не топ-3, это уже топ-4 получается Но все же это так, это так просто Просто на заметку Поэтому, ребята, запомните Потому что Зангуз, во-первых, он красивый Во-вторых, это мой новый любимый покемон В-третьих, мне кажется, он будет реально очень крутым новым капитаном И в-четвертых, у него будет отличная атака Которая фалсвип, или как она там называется Которая оставляет противнику 1 Эхп Эхп Много проще будет, то есть больше шансов словить покемона Потому что если у него будет одна жизнь То с большим шансом он все-таки словится, да? Так, ребят Давно Давненько Мы не встречали Шайни покемонов Ни хрена себе Мы не встречали Шайни покемонов То есть Помните, у нас был такой Вот как это вообще понять? У нас был такой период, когда у нас 30 серий подряд Не спанился ни один Шайни Потом в одной серии мы словили 2 Шайни Сразу же в следующей серии мы словили еще 2 Шайни И потом еще в следующей серии мы еще словили где-то 1 вот 2 Шайни Сейчас опять так в серии 7 или около этого 5-7 серий у нас опять нету ни одного Шайни Куда они пропали? Это знаете, просто был Есть такой период Пум, нафиг Начали спаниться прям куча стаи вот этих Шайни покемонов Сейчас вот так, вот так же Пум И они перестали спаниться Я хочу Кьюбона Не знаю почему, но я хочу словить эту костяшку Кьюбон Кьюбоша С черепком такой На башке Во, сразу же словили Вот это послушный покемон Вот это сразу видно, что это будет нашим тоже любимым покемоном Потому что я люблю, когда никто вот так не выпендривается И они сразу же залетают Прям пшшш Залетают в покебол И не нужно вот этого Ломаться там Эх, я не хочу А может А может я не хочу Так же, как это было в предыдущей серии С тем же Крайогоналом, да Который прям Ээээ, да тошный такой Так ломался, что это с ума может сойти Ладно, давайте мы сейчас вылечим Лукарио И опять нападем на вот этого 35 уровень 35 уровень, сколько нам даст? 900 и 500 600 и 300 400 и 200 800 400 500, 300 В сумме по 5000 Опыта на каждого покемона На одного 5000 опыта На другого около 2,5 То есть круто даже, круто Если в сумме, да, за одного покемона Нам конечно дает по 600-300 опыта Это хрень, можно сказать Если в сумме посчитать то, что этих покемонов Мы убили за секунд 30, то 5000 Опыта это должен быть какой-то покемон 80 уровня, да, чтобы мы Его убили и чтобы нам выпало Так много опыта Поэтому, ребят, мне кажется, давайте мы даже чаще Будем нападать на вот этих тренеров Потому что они паскуды И очень даже полезны Так, кто? Это ларвеста, ребят Это ларвеста Это ларвеста Эдисон, как ты мог убить ларвесту? Ты придурок Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ребят, а мы же уже ее словили Не нужно кричать Она уже стоит у нас в компьютере И ждет нашего прихода Чтобы мы его, чтобы мы ее А может его, я не знаю, какая там У него, какой пол Поэтому, ребята Ларвеста нас уже ждет, не нужно кричать Мы ее потом, конечно же, возьмем Но немного, ой, твою мать Как я прям впритык не попал в этого нумела Фух, опа Опа, 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 там еще один Вот, вот этого можно убить, вот этого можно убить Но сначала возьмем бол, если они, конечно, не пропадут Черриш бол Самый крутой и самый Мощный бол в параллельной вселенной Потому что тут он такой же Как и обычный покебол Я не знаю, почему сделали Черриш бол То есть, на выгляд Он прям такой, твою мать На понтах, мне кажется Он выглядит намного даже круче Чем тот же мастер бол Он выглядит прям какой-то, знаете, каким-то особенным А по сути Он такой же, как обычный покебол У него нету никаких особенностей У него такой же шанс поимки, как у обычного Бола Так, 600, 300 500, 300 Около полторы тысячи опыта нам только на пупка пошло Нормально, нормально А если бы мы пупком только его убивали А давайте, может, мы сейчас пупком как раз А почему я только прокачиваюсь с лукарио? То есть, мне кажется, пупок уже сам Пупок уже тащить вообще будет Как не знаю, что Вот именно этим дарк пульс Ну, конечно, 50 опыта это фигня Но, да твою мать, столько тут чукчей вот этих бегает А я ни в одного попасть не могу 600 опыта 120 там опыта 128 опыта С этого Ну, с этого тоже фигня Нам, конечно, нужно намного больше покемонов искать То есть, на больших уровнях А то вот эти, ну, не очень Хотя Этих можно убивать только для того, чтобы Чтобы Да, попади ты, попади ты Только для того, чтобы монетки получать, да? Пупок Опа Сколько нам даст опыта? Сколько нам даст опыта? Еще раз 2400? Нормально Опа Опа Голубенькие наши дружочки Мы за вами пришли Вот сейчас мы с вас как раз опыта много и наколбасим Если вы там, конечно, какие-то большие уровни, да? Голдак 45 уровень В принципе, нам даже можно будет Псайдак ословить в скором времени Ну, просто по приколу, да? Просто, просто, чтобы он у нас был 3000 опыта Нормально С этого сколько? С этого, в принципе, где-то тоже так же выпадет Нормально Нормально Если учитывать Твою мать Ладно Ладно Нужно было смотреть Ну, все же 49 уровень В следующей серии Он уже миллион процентов Эволюционирует И станет Тиранитаром Можно нам даже Тоже Тиранитара сделать капитаном команды Если я хорошо помню Он вроде тоже даже очень красивый Как думаете, ребята? Как думаете? Посмотрим Ладно, посмотрим Мы, в принципе, его уже даже в этой серии Можем эволюционировать, но Да И хочу я тратить, конечно же Конфеты А может Знать Ребята А может Знаете Что мы сделаем? А может Мы добавим в магазин Покупку Золота Покупку Золота За За те же монеты Допустим Вот сейчас Которые у нас есть Покупку Золота За монеты Тростник Мы будем Выращивать А за Глоустона Мы будем Бегать в ад И так Мы будем Ну Как бы Добывать себе Конфеты И тогда Мы будем Покемонов Еще намного Чаще Менять Тогда О там Еще Бол Я не Заметил Ребята Сори Тогда у нас Новые капитаны Еще чаще Будут быть И тогда У нас Не будет Одних Одних И тех же Покемонов Там По 10 серий А мы Будем Намного Чаще Менять Потому Что Мы Будем Намного Быстрее Прокачивать А может Даже Можно Так Сделать Как Вот Но Вот Этим Наверное Мы уже Будем Разбираться В этой Серии В следующей Серии Потому Что Сейчас Еще Один Опрос Не Хочу Делать Потому Что В этой Серии У нас Уже Есть Опрос Да То То Есть Опрос В честь Кого В следующей Серии Назвать Амбриона Да Поэтому Следующий Опрос Мы Делаем В следующей Серии Я просто Хочу Еще Докачать Сейчас Амбриона Если У нас Это Конечно Получится Потому Что Как Я Сказал В следующей Серии Я Осталась Совсем Фигня Поэтому Поэтому Да Ребят В следующей Серии Он Уже Будет Пятым Уровнем И В следующей Серии Мы Его Уже Выложим Так Давайте Еще Вот Этого Дактрио В принципе Быстренько Запинаем И Быстро 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 22 Уровень Хотя В принципе Нормально Даже Опыта Дает Я Так Смотрю У Процентов 5 Это Даже Много Это Даже Много 5 Процентов 22 Уровня Нубила Это Фигня То есть Покемон То фигня Можно сказать Но Опыта Вроде Нормально Ладно То Тростник Я не Знаю Я Как раз Сказал Только Что Тростник То Что Нам Можно Будет На Конфеты Поэтому Сразу И Вспомнил Сразу же И Вспомнил А Если Мы Вообще Еще Снимем Сейчас Офигеть А Если Мы Сейчас Вообще Больше Опыта Будет Итти Ну Ладно Давайте Давайте Уже Вот Так Останем 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 Он Не Так Уже Принципе Сейчас Будет Прокачан Кто Тут У Нас Еще Есть Какой Большой Уровень Гравеллер 30 Сойдет Сойдет Если Честно Сойдет Так И Еще Последний Удар Последний Удар Кто У нас Еще Тут Есть Зато Уже Сейчас Ночь Будет А Задерживаться Нам Уже Нужно Отсюда Валить Валить И знаете У меня Есть Еще План Мы Наверное Пойдем И Словим Еще Одну Ивить Да После Того Как Мы Выложим Вот Эту То есть Амбриона Мы Пойдем И Будем Искать Какую Новую А Кого Сделать Кого Сделать Ребята Это Как Обычно Будете Решать Вы Да Мне Кажется Там Будет Или Гласьон Или Вапорион Или Желтеон Потому что Многим Нравится Именно Вот Эти Эволюции Иви Но Это Как Обычно Мы Решим Позже Как Видите Ребята Я Всегда Спрашиваю Вас Ваше Мнение Всегда Решайте Все Вы Кого Нам Словить Кого Нам Эволюционировать Кого Нам Эволюционировать И В принципе Что Нам Вообще Делать В нашем Сезоне Поэтому Я Всегда Прислушиваюсь К мнению Своих Подписчиков Поэтому Ребята Не стесняемся Всегда Пишем Комментарии Под Видео Я Всегда Читаю Ваши Комментарии И Если Есть Какой Нормальный Комментарий Значит Я На него Отвечу Поэтому Ребята Не Стесняемся Да Все Да 50 Уровень Сейчас Спокойной Душой Я Уже Я Уже Могу Уходить Амбрион 50 Уровень Пупок 51 Уровень В следующей Серии Он Уже Эволюционирует Да 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 Эпик Я бы Еще Если Честно Хотел Словить Чармандера Он Тоже Был Одним Заших Первых Покемонов Но В Этой В этом Сезоне Я Почему Его Еще Ни разу Не Видел Вроде Еще Вроде Ни разу Я Его Не Видел В принципе Сейчас Нету Смысла Его Ловить Он Только Днем Спавится Но Я Не Знаю Зачем Я Сюда Пришел Шакл Там Мы Все Таки Днем Сюда Придем А И Попытаемся Его И найти И Словить Да Сейчас В принципе Мне кажется Наверное Будем Отсюда Уходить Нам Тут Вообще Нечего Ловить Я Еще Посмотрю Какой Этот Уровень Тренер 21 Ладно Ребята Действительно Мы Уже Идем Домой Че Я Там Нажал Случайно Так Карту Вот Идем Уже Домой Замечательно Давайте Еще Продадим Вот Это Все Что У Нас Есть Опа 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 Сколько Там У нас Стак Стак Нормально Нормально Так Быстренько Поспим И Сейчас Пойдем Посмотрим Что У нас Есть Там В Рыбацких Сетях Да Может Даже Что Нормальное Мне бы Конечно Хотелось Бы Верить Но Но Опа Опа Ну Толком Еще Тут Конечно Ничего Нету Поэтому Не будем Мы тут Оставаться Идем И сюда Ребята И на этом К сожалению Мы уже Будем Заканчивать Серию Да И Как Обычно Ребята Не забываем Ставить лайки Ведь Я еще раз Платрусь Если Сегодня Мы Наберем Тысячу Лайков Короче Если Даже Не Сегодня Если К Завтрашнему Утру Мы наберем Тысячу лайков То серия Выйдет Не на Следующий День А Выйдет Завтра В 12 Часов По мазке Можете Даже Себе Записать И просто Контролировать Когда Стукнет Ровно 12 00 Сразу Кричит Эдисон Где серия Но Это Если Мы наберем Тысячу лайков На вот это Я буду Ребята Очень Сильно Вам Благодарен Также Буду Очень Сильно Рад А завтра Вы получите Свою Серию Действительно Ребята Также Не забываем Оставлять Комментарии Я читаю Ваши сообщения И также Отвечаю На них Поэтому Если хочешь Со мной Пообщаться Просто Оставить Своё Сообщение Под этим Видеем Также Не забываем Добавлять Меня Даже В друзья Вконтакте Ссылочка Есть в Описании Заходите Добавляйте Я всех Добавляю Пока Есть место Поэтому Ребята Добро Пожаловать И также Я бы Очень Сильно Хотел Тебя Попросить Подписаться На мой Канал Я буду Очень Сильно Этому Рад И также Я буду Рад Приветствовать Нового Подписчика Который Иступит В нашу Большую Дружную Семью Поэтому Подписывайся Я буду Действительно Очень Сильно Рад Ребята Всем Спасибо За просмотр Всем Удачи Всем Пока